МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! 19 октября, среда, на часах в Якутске 19.15, а значит, в прямом эфире вы смотрите арену событий. Авторскую программу. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением органного донорства Федерального наушного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, город Москва, Сергей Сергеевич Мещенев. Здравствуйте. Добрый вечер. И главный трансплантолог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Альберт Иванович Васильев. Альберт Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Почему такие гости, почему разговор о трансплантологии, хотя и полгода не прошло, как мы затрагивали эту тему? Дело в том, что в течение трех дней в Якутске будет проходить второй благотворительный фестиваль «Надежда на будущее» в поддержку детей и взрослых с тяжелыми заболеваниями почек и печени. Фестиваль откроется завтра, 20 числа, в Республиканском медиа-центре, пресс-конференцией в 11 часов утра и показом социального фильма об органном донорстве. Подобные фестивали в России не проводятся. И Якутия – первый вот такой вот регион. Уже начали собираться СМС пожертвования, отправляя СМС со словом «Чудо» на короткий номер 7715. Вы жертвуете, абсолютно адресную помощь оказываете детям Якутии. Ну, тем, кому, собственно говоря, эти средства нужны. Давайте, господа, приступим. Сергей Сергеевич. Ну, собственно, фестиваль направлен, безусловно, на просвещение и носит вот этот вот, в первую очередь, характер просвещения. А что вообще важно для работы в этом направлении с населением, для просвещения его в плане трансплантологии? Да, как раз это и важно. Борьба с предрассудками, стереотипами. И рассказать, как все есть на самом деле, для чего мы занимаемся трансплантацией. Просто рассказывать в средствах массовой информации, вот подобными мероприятиями. В первую очередь, да, в той форме, которую люди поймут, которая им будет удобна для восприятия. Альберт Иванович, вопрос к вам тоже такой же. Ну, естественно, это на первом месте средства массовой информации. Действительно, нужно донести до наших сожителей, соплеменников, сограждан, о том, что это вещь необходимая и жизнеспасающая. И, в общем-то, мы помогаем своим землякам, в первую очередь. И целью всего этого является именно спасение жизни, улучшение качества жизни наших соплеменников. И, в общем-то, все другие, так сказать, пути, которые есть к этому, это трансплантология. Альберт Иванович, давайте расскажем зрителям нашим, такой экскурс в историю небольшой сделаем, как развивалась трансплантология в республике? Трансплантология в Якутии... Основные вехи. Да, она началась, интересно, в общем-то, в Якутии, она началась с трансплантации родственной почки. В общем-то, эта программа была новая, по России. И она была включена, вот именно нам помогли сотрудники института Шумакова, института трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Они приехали к нам, это было 27 марта 2001 год, и когда состоялась первая трансплантация почки от родственного донора. С тех пор проведено более 70 таких подобных операций, методика была освоена, и, в общем-то, с 2002 года мы ее делали уже самостоятельно. Вот давайте теперь к недавней вехе. 22 июля этого года. 22 июля этого года состоялась трансплантация в первую и у нас от посмертного донора. Кадаверная почка, да? Кадаверная. Ну, это уже как бы более научное название, да? Можем и так, собственно. Лучше, наверное, для телезрителей будет понятнее. От посмертного донора? Да. Ну, состоялась эта трансплантация. В принципе, мы к этой цели шли долго, давно. Мы были готовы к ней. Ну, наверное, какой-то толчком к этому явилась все-таки проведенная школа. А вот я сейчас об этом спрошу, Сергей Сергеевич. А вы сами связываете эти два события? 22 июля вот операция такая, о которой мы сейчас упомянули. А за два месяца до этого, в конце мая, 24-го, 23-го, что-то вот в этих числах есть, я не ошибаюсь. Вы знаете школу по донорству в клинической трансплантологии, которая проводилась в вашем же участии? Ну, да, логично связывать эти два мероприятия, потому что в течение прошедших двух месяцев мы общались с коллегами, донорских стационаров и вырабатывали план, как нам дальше работать. Это были не два месяца спокойствия, это были два месяца вещаний. Это были два месяца работы по истечению школы, собственно говоря. Я бы хотел сказать о том, что вообще трансплантология, на самом деле, она жидится на том, чтобы были органы для того, чтобы их пересаживать. И вот в данной ситуации, вот донорская база, работа с ними, самое важное, это иметь орган, который можно пересадить. Вот, в принципе. Ну, вытекающий вопрос к вам обоим, дорогие гости. Надо ли расширять донорскую базу? Безусловно. Возможно ли это? А это вот другой вопрос, интересный. Вот сейчас это же аварии, там, не знаю, криминал, там, что там, да, вот. Ну, в основном. Как люди думают? Или это далеко не так? Вот хотелось бы как раз на фестивале, который будет в ближайшие дни, узнать, как люди думают и как они к этому относятся. Исходя из этого, уже принимать решение. Возможно ли расширить донорскую базу, Альберт Иванович? Ну, я думаю, в ближайшее время и в перспективе нужно думать об этом, потому что, на самом деле, доноры появляются не только у нас, в Якутске. Да. Донорская база является у нас, в Республиканской больнице номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, ну и в других городах. Но это же вопросы, связанные с доставкой, если я не ошибаюсь. А это все непросто. Да, и об этом нужно задумываться. И нужно задумываться. И нужно, и можно. Хорошо. Места на диализе нерезиновые, мы все знаем. Альберт Иванович, каков примерный хотя бы лист ожидания сейчас на пересадку почки печени? Вы знаете, лист ожидания на пересадку почки, он живой, он как живой организм, он формируется. И, в общем-то, там люди могут и уйти с этого листа ожидания, ввиду появления у них какого-либо заболевания или отклонения его, да, и прийти в этот лист ожидания. И, в общем-то, мы намечаем на сегодня и пути, как этот лист ожидания расширить, потому что в этот лист ожиданий входит не только просто вот мы его вписали туда и все. Это и обследование, его постоянное обновление анализов у всех этих пациентов. То есть это большая нагрузка и финансовая, и, в общем-то... Конечно, конечно. Давайте сейчас поднимем одну очень важную тему – поддержка родственных доноров. Давайте откроем наш рояль в кустах, Сергей Сергеевич. Да, и вы расскажете об этом знаке, который вы привезли с собой, и который завтра будет... Ну, я так, карты немножко приоткрою, вручаю сюда. Будет, хорошо. Завтра он будет. Да. Значит, да, действительно, родственное донорство – это очень важная проблема, и поэтому мы считаем, и, я думаю, правильно считаем, что инициатива отдать орган, либо часть органа своему родственнику должна как-то быть отмечена. В частности, в городе Москва у нас в институте имени Шумакова и в Российском научном центре хирургии существуют вот такие памятные знаки, дарящему часть себя. В республике Саха-Якутия, я знаю, есть инициатива создать подобный же знак, который будет первым знаком среди регионов России, и наш директор оказывает в этом полную поддержку. И вот готов предоставить, так сказать, и... Готов сотрудничать в этом вопросе. Давайте, я помогу. Хорошо, Альберт Иванович, вы бы поддержали вот эту инициативу, да, с учреждения республиканского знака подобного? Ну, мы являемся инициаторами, да, на самом деле. Можно озвучить даже тех людей, которые... Потому что, на самом деле, доноры, которые отдают часть себя, они, в общем-то, это вот видно бывает так, они уходят, выписываются от нас из учреждения, отдав, спася чью-то жизнь. Они уходят просто как, ну, простой пациент, сказав «до свидания», и мы ему тоже говорим «до свидания». Не хотелось бы так, потому что, с одной стороны, это будет, ну, вехая, возможно, к тому, чтобы других людей тоже сподвигнуть к этому, это же является чем-то таким знакомым событием. Конечно, безусловно. А второе, это все-таки человека нужно отметить. Конечно. Нужно отметить, и все-таки это, ну, какая-то и память у него останется, и он будет себя чувствовать, что... А вот важно ли, на ваш взгляд, ну, грамоты, почетные знаки, все это прекрасно, и, безусловно, важно, и нужно. А может быть, дальше пойти, и очень важный вопрос сейчас задам. Вы бы поддержали бесплатное обследование родственных доноров один раз в год хотя бы, потому что он, действительно, человек уходит, отдав, он остается с единственной почкой. А мы считаем, что он здоров, и ему ничего не надо, и он как будто бы здоров. Понимаете, а вот профилактика-то очень важна на самом деле. Как вот вы бы подошли и оценили бы такую инициативу? У нас, в принципе, такая программа была, когда доноров было не так много. Мы их обследовали, смотрели за ними, и, в общем-то, это и нужно было в плане научной работы. Правда, Эти? Конечно. Тоже интересно, как все протекает. Но на сегодня, значит, доноров довольно-таки много стало, и, в общем-то, мы всегда им говорим о том, что вы, для вас двери открыты. В нашей республиканской больнице номер один, национального центра медицины. Двери для вас открыты, мы вас в любой момент можем обследовать, положить. Если что-то, какие-то есть сдвиги со здоровьем, то давайте мы вас будем обследовать и все-таки... Вот надо, наверное, вновь инициировать. Подобное, мне кажется, очень хорошее направление. Хорошая инициатива, я согласен. У нас в таком же ключе все это происходит. И развивать. Центр федеральный, поэтому граждане приезжают многое откуда, и, скажем, за бесплатной помощью раз в год им проще обращаться по месту жительства, чем ехать в институт. Но при необходимости мы так же всех подгоспитализируем. А здесь было бы проще из-за района приехать в Якутск, на самом деле. Ну, почему бы нет? Минута до конца у нас перспективы развития. Ну, в двух словах буквально, да, вот трансплантологии в Якутии, в республике. Ну, с кого начнем, неважно. Альберт Иванович. Ну, с главного трансплантолога. Ну, а как же? Ну, перспективы. Мы, значит, все-таки шагнули, перешагнули ту грань вот с помощью наших коллег Сергея Сергеевича. Он непосредственно, мы были все на телефоне в тот период, когда это было. И, в общем-то, вот очень сложная эта манипуляция, работа с донором, с кадаверным. Поэтому наша перспектива все-таки идти параллельным курсом и родственной трансплантацией. Все уже, заканчиваем, правда. Это была «Арена событий». Мне кажется, очень интересная тема. Еще раз обратите внимание на номер СМС. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. До свидания.